Доброе утро! Доброе утро всем моим подписчикам, всем моим зрителям. У нас сегодня с вами прямой эфир. Доченьки мои, гнете мне, пожалуйста, как меня слышать, потому что я сегодня с микрофоном, с наушником. В прошлый раз были внешние шумы, которые нам мешали. Доброе утро! Доброе, доброе утро! Присоединяйтесь! С вами я, Аня Сокотельник, психолог, психотерапевт, тренер, основатель школы психологии и лидер. И сегодняшнее утро мы с вами продолжим с темой об отношениях мужчины и женщины. Доброе утро! Присоединяйтесь! Доброе, доброе утро! Вчера мы делали опрос, кто на какую тему хотел бы поговорить. И у нас получилась разница 50 на 50 практически. Часть аудитории была за тему психосоматики, а часть аудитории была за тему отношений. Я решила все-таки продолжить тему отношений. Доброе утро! Поскольку заявлена была тема про любовные отношения, а психосоматику вы сможете увидеть завтра вечером. Будет прямой эфир совместный, и там я буду рассказывать про психосоматику. Доброе утро! Присоединяйтесь! Во время подготовки доброе утро, во время подготовки сегодняшнего эфира я так помониторила немножко разные видео на ютюбе, разные темы, которые пишут про тему женско-мужских отношений. И, честно говоря, никогда не задумываясь, но была в таком заинтересованном шоке, можно так сказать. То есть темы, которые витают в интернете на предмет. Звучат следующим образом. Как бросить мужчину? Как найти мужчину? Как удержать мужчину? Как понравиться мужчине? Как угодить мужчине? Ошибки женщины? Ну и так далее, и тому подобное. В этом во всем для меня лично прослеживается какой-то шовинизм и абсолютное отсутствие присутствия женщины и ее равнобравия в этих самых отношениях. Поэтому мне бы все-таки хотелось, чтобы мы, девочки, с вами помнили о себе. И сегодня я пройдусь по каждому из тех пунктов, которые я только что зачитала, которые мне больше всего бросились в глаза в поисках ответов на ваши вопросы. И мы сегодня с вами об этом поговорим. Итак, вопрос первый. Как бросить мужчину? Ну, на самом деле это вообще не вопрос. Если у вас возникает в голове что-то похожее на эту мысль, то все очень просто. Либо для вас эти отношения уже закончились, либо вам и не было в них хорошо. И бросить мужчину, смотря что вы имеете в виду. То есть вас интересует материальная часть, и тогда эти вопросы нужно утрясать с юристом, с адвокатом и так далее. Опять же, здесь мы можем рассматривать ситуацию, когда вы в браке, когда вы не в браке, в зависимости от того, что вы для себя хотите получить по выходу. Мы здесь снова можем говорить о том самом чувстве вины, которое может вас преследовать, тоже невротическое состояние, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому как бросить мужчину не вопрос, вопрос как сохранить себя после того, как я заявлю о том, что наши отношения закончились. Как заявить, как сказать правду, как быть собой и при этом остаться целостной, при этом не чувствовать вину, при этом не впасть в невроз, в депрессию и так далее, и тому подобное. Мы с вами следующая тема по с этим границам личности и зависимым отношениям. Сегодня мы немножко про это тоже поговорим. В контексте зависимых отношений я вам дам, ну такую классификацию зависимых отношений. Вот, поэтому если пробросить, то это просто либо выход из слияния у вас будет, либо выход из зависимых отношений, если в этом есть проблема. Если девочка находится, ну девочка-женщина, находится в зрелом эго-состоянии, если с ее психикой, с ее эго все в порядке, то из взрослого эго-состояния совершенно спокойно можно сказать, что знаешь, наши отношения закончились, поэтому я тебе благодарна за все хорошее, что между нами было. Ну вот так для меня это уже все, это точка. И дальше вы переходите, либо если вы семья, и у вас есть совместно нажитое имущество, то переходите к работе с адвокатами, либо сами между собой договаривайтесь. В общем, сложности в этом, ну так, практически никакой нет. Сложности начинаются в вопросе, как бросить мужчину тогда, когда сама личность женщины, которая хочет выйти из отношений, как бы одной частью своей хочет выйти из отношений, а другой частью не хочет страхи, тревоги, что-то еще, что-то еще, вот эти самые сомнения, чьи чувства вины. Вот тогда это уже действительно проще делать со специалистом, потому что самой девочке может быть сложно принять правильное решение, как сказать, что сказать. И действительно, я вам точно говорю, что по своему опыту, лучше проговорить это со специалистом, потому что мои девчонки-клиентки тоже чудят, мы с ними говорим, работаем, работаем, потом бубух чего-нибудь сотворила на свой рассудок и приходит потом с тем, что сделала, в привычных схемах, в тех еще старых схемах, которые не поменялись на новые. И мы снова начинаем разруливать, что теперь делать с тем, что произошло в последней ситуации. Переходим к второму вопросу. Доброе, доброе, присоединяйтесь всем, доброе утро. Как найти мужчину? Следующий актуальный вопрос, который витает в сети, да? Как найти мужчину? Тоже вопрос многолекий, многокомпонентный. И здесь нужно рассматривать ответы через призму, что вы хотите от него, собственно говоря, для чего вы будете и для чего ищите себя мужчину, на какую роль вы хотите мужчину себе найти, кого вы ищете в этом самом мужчине, ну и так далее, и тому подобное. То есть если вы ищете себе мужа, это будут одни тактики, одни поведенческие моменты, одни рекомендации. Если вы ищете себе мужчину для того, чтобы вы могли иметь легкие отношения, просто встречаться иногда, чтобы получать удовольствие друг от друга, это другие критерии поиска, другая тема поиска и это более легкие такие, да, моменты. Но здесь тоже нужно знать кое-какие очередные, да, что делать и чего не делать. Если вы хотите, например, найти себе мужчину, который будет вам заменять роль и папы, и мужа, и друга, и брата в одном лице, это третья категория, да, здесь точно нужно посмотреть на программы и готовы ли вы точно получить это все в одном комплекте, потому что там могут быть переносы, и если будет преобладающим все-таки папа в вашем подсознании, вы будете видеть скорее папу, чем мужчину, то здесь могут начаться проблемные зоны в отношении, да, на каком-то этапе ваших отношений, просто может закончиться секс, интимная близость, и они перерастут в близкие, хорошие, духовные, но вполне может быть так, что этот мужчина для вас станет больше отцом и больше другом, чем он будет классным для вас любовником, и вы будете на физическом уровне удовлетворены в таких отношениях. Поэтому на вопрос, как найти мужчину, тоже нет возможности ответить однозначно. Если вам кто-то на каких-то тренингах будет рассказывать четкие постулаты, то задайте себе вопрос, прежде всего, а какого мужчину я хочу найти, на роль кого мне нужен мужчина, в ком я нуждаюсь на сегодняшний день, да, возможно, когда вы отработаете этап, ну, например, вам сегодня, у вас давно не было хороших сексуальных отношений, вам сегодня просто хочется классного секса, то вам тогда нужен классный любовник, которого вы насытитесь, напьетесь, насмакуете этого физического удовольствия, а потом, вот, говоря выше пункти, да, как бросить мужчину, просто скажете ему, спасибо тебе большое, ну, между нами все закончилось, и будете искать себе другого мужчину на роль мужа, на роль долгосрочных отношений, партнера, ну, вот, как-то, как-то про это, да, важно понимать, что для чего я ищу себе мужчину, на какую роль, собственно, на каких отношений я хочу, поскольку я в прошлый раз говорила, и сегодня могу повторить, что давайте посмотрим на природу, в биологическом мире всегда самец ходит за самочкой, и так записано на подсознании, и у нас девочек, и у мужчины, и поэтому, как бы вы не боялись, как бы вы не страшились, какие бы фантазии у вас не были, что вы не найдете себе спутника и избранника, абсолютно ерунда, природа, все так уложено, что найдете, конечно же, да, и девочка всегда выбирает. Как быть уверенной в себе, об этом мы будем разговаривать, и будем делать эфиры, и будут тренинги, это, собственно, не есть тренинги, да, ну, это такая, не краткая, не пятиминутная тема. Итак, идем дальше. Как удержать мужчину? Следующий вопрос, который витает в сети. Ну, честно вам сказать, как удержать мужчину, вопрос достаточно некорректный в контексте самой девочки. Если рядом с вами находится такой мужчина, которого нужно удерживать, то возникает вопрос, зачем вам такой мужчина? То есть первое, что мне приходит в голову, когда я прочитала этот вопрос, да, я для тех, кто присоединился позже, просто хочу проговорить, что я вопросы выбрала из сети, вот пробежалась просто по ленте, да, что в ютюбе, что пишут какие статьи, и выбрала на сегодняшний эфир такие яркие, которые мне бросились в глаза, да, как бросить, как найти, как удержать, и все это про мужчину. Так вот, если нужно удерживать мужчину, то вопрос возникает о качестве отношений. Если мужчина вас не ценит, если он вами не дорожит, если вы должны с кожи вон лезть для того, чтобы его рядом с собой удерживать каким-то образом, то стоит задуматься, потому что, ну, сегодня, например, вы будете применять какие-то техники специальные, да, которые вы на каком-то тренинге получили, завтра вы будете добавлять какие-то еще прелести, но наступит момент, когда этот мужчина присытится. Присытится, и ему захочется расширение этого диапазона до невероятных пределов, а у вас ресурс сякнет. И тогда мы можем говорить о качестве отношений. Конечно же, есть фишки, которые мы, девочки, применяем для того, чтобы быть интересной о своем мужчине, но прежде всего, должна быть интересна самой себе, то и женщина должна быть уверенной в себе и интересна самой себе. Когда женщина интересна самой себе, мужчину держивать не надо. Если тот, кто рядом с собой, с тобой находится, тебя не ценит, то придет десяток, который будет ценить, который будет добиваться, который захочет, который будет, и принесет в клювики, и подарит подарки, и поцелует в носике, и все это будет, если девочка ценит сама себя. В общем, здесь совершенно не важно, красота внешняя здесь важна, ее уверенность в себе, ее возможность нести себя, умение нести себя и быть, прежде всего, в гармонии с собой. И на такую женщину мужчины заглядывают, потому что они чувствуют в ней силу, они чувствуют, что через тот же самый секс мужчина может напитаться от такой женщины. Ведь, не знаю, более вы на моем ютубе или нет, на ютуб канале или нет, сегодня мой менеджер выложит кнопочку в инстаграме с пересылкой на видео на ютуб канал, на мой, и вы сможете там посмотреть. Видео я рассказываю, это из архива, видео я рассказывала на одном из тренингов для женщин про взаимообмен энергиями. И там как раз про это есть, что девочка отдает энергию, мужчина забирает энергию, в каких местах энергетических оболочек какой взаимообмен получается. Очень такое интересное, насыщенное видео, настоятельно просто рекомендую ознакомиться, вы тогда будете понимать, как работает, и почему иногда то, что мы ожидаем от мужчины, мы не получаем. Как работает его энергетика, в каком месте девочка есть отдающая, в каком принимающая, где энергоцентры, через которые мы принимаем энергию от мужчины, где тут энергоцентры на шампеле находятся, через которые мы отдаем энергию мужчины. И это самое важное в отношениях. Поэтому, когда из женщины эта энергия излучается, то мужчины просто, воисковая реакция, она считывает даже на бессознательном уровне. Тогда никого удерживать не надо. Если это здоровый, адекватный мужчина, если он нездоровый, неадекватный, ну у меня тогда к вам вопрос, что зачем вам удерживать такого мужчину, даже если у вас с ним детки. Конечно, бывают нюансы и подробности в разных, разного рода отношениях и семьях. Бывает так, что люди меняются, пройдя через какие-то стрессы, меняется структура характера, структура личности. Но, к сожалению, если мужчина и женщину не ценят, то удерживать его точно не надо. Это я вам прям рекомендую. Прямо сегодня с разбега, если хотите. Окей, идем. Следующий вопрос. Как понравиться мужчине? Ну, этот вопрос, конечно, я поддерживаю. Потому что для того, чтобы понравиться мужчине, вернусь к тому, о чем сегодня уже говорила, нужно нравиться самой себе. И здесь уже, если мы говорим про мужчину, нужно понимать, какому мужчине я хочу понравиться. Есть очень много разных курсов, которые учат, как понравиться мужчине. И здесь, конечно же, я с ними соглашусь в какой-то части. Важно, на какую категорию, на какой уровень мужчины мы равняемся. Но, если мы будем делать из себя, например, принцессу-принцессовну, а сами мы выросли в маленьком городке, и такие нормы поведения, и уровни поведения, и характеристики личности, которые мы выносим вовне для того, чтобы понравиться мужчине. Вот мне лично не присущий, я одела на себя это платье принцессы-принцессовны, а я ей не есть, то это фальшь будет считываться. В какой-то момент все равно будет прокол. Поэтому, если мы хотим понравиться мужчине из той категории, из того социального слоя или уровня, на котором я сегодня не нахожусь, то мне нужно тогда сначала подготовить себя, стать той девушкой, которая действительно находится на этом уровне. И потом уже можно искать с этого подъема, с этого уровня мужчину из того самого социального слоя. Потому что, если у вас будет очень большая разница в социальном восприятии мира, во взглядах на многие вещи, вам будет сложно находиться в паре, вы будете как из разных планет. Я не говорю, что такие браки невозможны, что такие браки не существуют. Я сегодня, в принципе, всегда говорю о гармоничных отношениях. Конечно, вы можете притвориться, что вы прямо вот такая, которая подходит ему в какой-то момент, очаровать мужчину, плюс сексуально добавить ему каких-то удовольствий, быстро его на себе женить. Но, в принципе, мужчины сегодня тоже достаточно грамотные, обученные, и мужчины высоких уровней социальных, они тоже понимают наши женские хитрости. Поэтому, вот как понравиться мужчине, а нужно стать собой, нужно понравиться себе, и если вы хотите выйти за свой социальный круг и подняться на ступенечку выше, то есть найти мужчину с другого социального уровня, нужно себя к этому уровню подготовить. Тогда вам не нужно ничего придумывать, вы будете собой и будете искать мужчину с того самого уровня, про который вам все понятно уже, потому что вы уже так живете. Следующий вопрос. Как угодить мужчине? Ну, здесь я вообще не очень понимаю, да, что значит, как угодить мужчине, потому что сам вопрос звучит таким образом, что мы находимся в неравных отношениях. То есть здесь, в этом вопросе звучит явное уже унижение, как бы, да, то есть я нахожусь на уровне ниже, ты находишься на уровне выше, и я как бы прислуживаю тебе. Помните, в одном из своих видео я говорила о том, что есть понятие служения в паре, это из восточной психологии, из ведической психологии. И когда мы служим, я служу тебе, а ты служишь мне, но я это делаю от души, и мне комфортно с этим, мне приятно, потому что я от тебя тоже получаю элемент заслужения. Вот здесь гармонично, здесь все в порядке. Если я хочу тебе угодить, и я с поклонами иду к тебе, я иду, какие-то отношения тебе делаю, я предугадываю твои желания, я заслуживаю, да, свою любовь у тебя, то это ни про какую, ни про гармонию, это ни про какую, ни про любовь, это точно про какие-то доминанты, которые перекашивают отношения, которые унижают саму девушку, саму личность. И вот лично я, и как психолог, и как женщина против угодить. Если тебе хочется сделать какой-то сюрприз, предугадать там как-нибудь, да, чтобы сделать приятно, то пожалуйста. А если из этого сделать, ну вот, образ жизни свой, то точно про это не полезно, потому что это не про комфортные отношения. Итак, в конце сегодняшнего своего видео я хотела бы вам дать пять типов зависимых отношений. Что такое зависимые отношения? Это когда либо оба человека в паре не находятся в равных позициях, либо кто-то из пары не находится в равной позиции, не чувствует себя равным, находится в зависимой позиции своего партнера, но не совсем это осознает или совсем не осознает. Итак, пять типов зависимых отношений. Первое – это страх одиночества. Когда девушка находится в отношениях с мужчиной и страха остаться одной, у нее в мысли витает в голове, я никому не нужна, я не такая, я не красивая, я толстая, кому я нужна с двумя, с тремя детьми, кому я нужна с одним ребенком. И это все про это. Я уже говорила в своих видео, писала о постах, не только я и коллеги тоже, что страхи блокируют. Страхи блокируют, страхи не дают энергии, ни сексуальную, ни творческую, никакую. Если вы чувствуете страхи, то бегом к специалисту, бегом к психологу. Сегодня, слава богу, можно много возможностей, в том числе онлайн. В том числе вы можете ко мне прийти, и мы с вашими страхами очень быстро поработаем, и в вашей жизни наступит кардинально другое качество отношений. Следующий тип – это привычка. Привычка как некая зона комфорта. Люди могут находиться в отношениях достаточно долгое количество времени через привычку, потому что все привычно, все понятно. Во сколько приходим с работы, во сколько уходим на работу, что едим, чего не едим, как отдыхаем, как не отдыхаем, как ездим к родителям, как бы жизнь уже уложилась. Но нет удовольствия, нет яркости, нет прелести, нет сюрпризов, нет эмоций в этих отношениях. И такой тип отношений, конечно же, тоже пагубный. Он не дает развития личности, он не дает развития отношений. Такие отношения попахивают уже болотцем. Третий тип отношений – это когда люди тоже из страха, но это про совместно нажитое имущество. То есть люди не хотят создавать себе проблемы про дележку, собственно, этого самого нажитого имущества. И здесь при разводе, конечно же, все проходят через моральные, материальные какие-то дележи и разговоры про это. И понятно, что эта тема не очень приятная. Если в начале отношений не было составленный брачный контракт, то многие люди не хотят с этим совсем связываться. И живут уже как бы и не вместе, а просто в одной квартире или в одном доме. Но не хотят связываться с этой темой, разделяя совместно нажитого имущества. Четвертый тип – это зависимость. Зависимость – что такое зависимость? Зависимость – это растворение в партнере. Это потеря собственных границ. Это жизнь ради удовольствия и принципов, привычек, потребностей партнера. Вот про то самое угодить, о чем мы говорили выше. Когда я хочу угодить ему, когда я ловлю его потребности, его желания, его хотелки какие-то. И совершенно в этом во всем не видно меня. А возможно, даже если я когда-то о себе вспоминаю, то партнер уже об этом давно забыл. Потому что я сама о себе забыла когда-то. И теперь уже даже если я иногда о чем-то говорю, то меня никто не видит, не слышит и обо мне никто не вспоминает. И пятый тип отношений – это отношения по сценарии жертвы-тираны. Причем жертвой может быть и мужчиной, и женщиной в этих отношениях. И тираном тоже может быть и мужчиной, и женщиной в этих отношениях. Поэтому если мы посмотрим с вами на треугольник Карпана, да, у нас там есть жертвы-тираны-спасатели или агрессоры-спасатели по-разному пишут. Вот. И часто тогда девушка говорит о том, что я не ухожу из этих отношений, потому что я боюсь. Я боюсь за себя, я боюсь за маму, я боюсь за детей, я боюсь еще за кого-то. И здесь опять мы с вами слышим про страхи, да, про те самые страхи, которые блокируют, которые не дают развиваться. Ну вот, если кратко, то на сегодня по теме, которая была заявлена, вот пробежались, мы с вами посмотрели основные моменты, которые звучат в сети, да, как просить мужчину, как найти мужчину, как удержать, как понравиться. Поговорили кратенько о пяти типах зависимых отношений. Я рада вас приветствовать в начале сегодняшнего дня. И с вами была я, Инесса Котельник, психолог, психотерапевт, тренер, руководитель школы психологии «Лидер». И желаю вам хорошего дня. Пока. Субтитры подогнал «Симон»